Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор событий рязанской жизни в репортажах наших авторов. Главные темы сегодня таковы. Ищут взрослых и детей рязанские спасатели. Пытаются разыскать 12-летнего мальчика, пропавшего в Рыбновском районе, и пятерых вполне взрослых рыбаков в Касимовском. Святыня в Рязани в Христорождественском кафедральном соборе на этой неделе можно будет поклониться чудотворному влахернскому образу Богоматери. Накануне в гербовом зале дворянского собрания Рязани прошло интерактивное мероприятие, связанное с грядущим губернаторским отчетом областной думе. А теперь обо всем подробнее. Ищут пожарные, ищет милиция. Вновь рязанские оперативные службы поднялись на поиски пропавшего ребенка. В субботу 12-летний житель города Рыбное Леня Растенец ушел из дома и не вернулся. Все местные полицейские задействованы в поисках. Также ищут мальчика представители общественности и волонтеры. Судя по последним данным, Леня вышел погулять рядом с домом и бесследно пропал. Сейчас в поиске мальчика задействовано 63 сотрудника органов внутренних дел и более 20 представителей общественности и волонтеров. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о судьбе или местоположении Леони Растенца, сообщить по телефону 02. Сегодня в Рыбновской администрации мы попытались узнать о том, как идет розыск пропавшего Леня Растенца, но внятного ответа не получили. Чиновники отправляют за сведениями в полицию, хотя кто как не власть должна, что называется, держать руку на пульсе. Ну, может это только наше собственное представление о том, как должны искать пропавших детей. Раньше бы никто из ответственных руководителей спать не лег, каждый час запросы бы делал. Ну да ладно. Больше сведений дали волонтеры поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. На данный момент результатов нет. Московская группа сегодня утром уехала. Вчера работали 23, где-то примерно 23 человека. Но пока, к сожалению, ребенок не найден. По данному факту, Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство малолетнего. В настоящее время организован штаб по проведению следственных действий и поисковых мероприятий. Привлечены сотрудники правоохранительных органов, местные жители и волонтеры. В Касимове продолжаются поиски рыбаков, которые отправились в плавание по Оке и тоже пропали. Лодка затонула. Из шести человек, находившихся в ней, выплатить удалось только одному. Остальных ищут. В злосчастные лодки были жители села Алешина, совхоза Маяк и Касимова. Завтра мы постараемся узнать подробности о поисках пропавших людей. И еще, по сообщениям очевидцев, в ночь на понедельник неподалеку от Орехового озера вовсю полыхала сухая трава. Пламя было велико и страшно. Сообщают, что зарево можно было видеть от торгового центра «Круиз». Траву сейчас жгут в загадочных целях, что называется, изо всех сил. За истекший период 2014 года на территории области зарегистрировано 375 случаев горения сухой растительности или травы. В том числе наибольшее количество выездов у нас произошло в Рязанском районе, в Спасском и Скопинском районе. На другие темы в Христорождественский и Кафедральный собор Рязанского Кремля был торжественно принесен так называемый «Влохернский чудотворный образ Божьей Матери». Образ содержит частицы великих святынь, мощи апостолов Петра и Павла, а также частицу животворящего древа Господня. Чудотворный образ пробудет в Рязани до этой субботы, 12 апреля. О «Влохернской иконе» известно следующее. Образ был обретен в Иерусалиме императрице Евдокии во времена святителя Ювеналия. Именно с этой иконой патриарх Сергий в 626 году обходил стены Константинополя при осаде города аварами и союзными племенами, в том числе славянскими. Древние историки сообщают, что именно у «Влохернского храма Богородицы» потерпел полное поражение флот язычников. Осады и взятия Константинополя были сорваны. А после падения Константинополя в 1453 году «Влохернская икона» была перенесена на Афон. Спустя 200 лет ее прислали в Москву в дар царю Алексею Михайловичу. К сведению, «Влохернская» – это пригород Константинополя, известный со времен Гюстиниана церковью Богородицы, где в 910 году произошло знаменитое явление Богоматери верующим. Именно в памяти об этом событии на Руси в XII веке был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня в Рязани в зале дворянского собрания открылось интерактивное мероприятие, приуроченное к ежегодному отчету рязанского губернатора перед областной думой. Тему проекта «Повышение доходной части бюджета. Основа стабильного социально-экономического развития региона». Подробнее об этом в материале Глеба Галушкина. «Повышение доходной части бюджета как основа стабильного социально-экономического развития региона». С таким названием открылась интерактивная выставка в стенах Рязанского дворянского собрания. На стендах представлены инвестиционные проекты, как уже реализованные, так и находящиеся в стадии воплощения. Необходимость и важность крупных вложений в промышленные предприятия региона отметил и первый заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Булеков. Надо сказать, что Рязанская область по 2013 году неплохо сработала по привлечению инвестиций. Если российская экономика дала отрицательный результат, то результаты по привлечению инвестиций в Рязанской области – это все-таки небольшой, но плюс. Мы сработали чуть более с плюсом 4% к уровню прошлого года, несмотря на то, что достаточно высокая была база прошлого года. В прошлом году мы дали 22,6% выше, нежели, понятно, 2011 год. Поэтому с высокой базы дать прирост – это тоже некое достижение Рязанской области. Также Олег Булеков сообщил о разработанных мерах по привлечению инвесторов в Рязанский регион. По его словам, сейчас созданы так называемые территории развития, где будут максимально сокращены сроки по получению бизнесменами всех разрешительных документов, а также ускорено подключение вновь создаваемых предприятий к услугам естественных монополий. Вопросы привлечения инвестиций в Рязанскую область будут обсуждать на этой неделе и участники круглых столов. Как отметил председатель облдумы Аркадий Фомин, при принятии законопроектов все дельные предложения будут учтены в ходе пленарных заседаний. В областной думе пойдет не только представление выставки и отдельных ее моментов, но и обсуждение, тематические обсуждения в течение четырех дней на круглых столах с привлечением членов правительства, депутатов Рязанской областной думы, депутатов сельских поселений, муниципалитетов, а также профессиональных сообществ, молодежи. Для того, чтобы мы взяли узкую тему, отработали ее, посмотрели пути развития и выработали предложения свои, которые, я уверен, правительству будут учтены. Главной целью нынешних круглых столов станет выработка возможных решений по увеличению доходной части бюджета. Чем больше средств в областной казне, тем выше уровень жизни простых граждан. Это аксиома, понятная всем и каждому. В конце марта в Рязанском театре на Соборной начала работать экспериментальная творческая лаборатория молодые драматурги юным зрителям. Звучит, может быть, слишком бронзово, но это вполне живой, даже задорный проект, в котором приняли участие молодые режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и даже Грозного. Кстати, лаборатория стала обладателем президентского гранта для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Так что, видят нашу Рязань из кремлевских окошек, видят. Сегодня лаборатория выдала на гора результаты работы, а именно созданные за это время короткие спектакли. Что хотят видеть подростки на сцене современного театра? Именно на этот вопрос отвечали молодые драматурги в ходе экспериментальной творческой лаборатории. Помогали приблизить театр к проблемам юного зрителя сами подростки. И сегодня итог их совместной работы на сцене театра на Соборной. Эскиз пьесы «Птица в кармане» иногда вызывает у зрителя улыбку, но чаще заставляет прослезиться. Довольно трагическая пьеса. На мой взгляд, на сегодняшний день встречается много таких людей, которые не ожидают от жизни ничего хорошего, и на все закрыли глаза. То есть такой человек именно в этом спектакле может увидеть себя, и у него может быть такой возникнет надежда, что можно ожидать от жизни лучше. Режиссер из Чечни отмечает, что получил огромное удовольствие от работы с рязанскими актерами и от общения со школьниками. Ведь именно они помогали понять их сложный внутренний мир. Старались понять, чего они хотят увидеть в театрах, то есть в детских театрах, какие у них интересы, что им нужно, чего у них болит, какая боль, что им нужно вообще. И вначале было довольно-таки очень сложно, потому что все были такие скованные, скрытые, и с утра и до поздна ночи просто сидели, общались, знакомились, и потихоньку все дети раскрывались. Проект экспериментальной лаборатории был реализован театром на Соборной на средство гранта президента Российской Федерации, который театр получил в марте 2013 года. Все его участники признаются, что это весьма перспективный эксперимент, который открыл много нового, в том числе и в сфере личностного понимания внутреннего мира подростка. В эти выходные в Рязани прошел турнир по настольному теннису среди молодых спортсменов. Призы для победителей были учреждены Рязанским отделением ЛДПР. С подробностями о партийно-спортивном мероприятии Оксана Тебенихина. На базе спортивного клуба «Орион» прошли соревнования по настольному теннису между детьми от 10 до 14 лет. Поддержку в предоставлении призов оказало региональное отделение Либерально-демократической партии России. Спортивный азарт буквально царил в зале. Каждый из юных спортсменов мечтал о заветном кубке или хотя бы одобрительном взгляде тренера. Сегодня мы проводим турнир, посвященный Всемирному Дню Здоровья. Дети каждой подгруппы играют между собой. Мальчики соответственно с мальчиками, девочки с девочками. И по окончании нашего турнира, согласно положению, занявшие в своей возрастной подгруппе первые, вторые, третьи места будут наружены грамотой и подарком. Вообще ЛДПРовцы одобряют стиль здорового образа жизни среди молодежи и стараются поддерживать в ребятах стимул к возрождению добрых спортивных традиций недавнего прошлого. Рязанские партийцы ведут активную работу в спортивных клубах города. Руководитель фракции ЛДПР в Рязанской городской думе Антон Князев после основных соревнований отыграл небольшой дружеский сет с лидером первенства. Победила молодость, но политика не осталась претензии. Мы поддерживаем эту школу не единожды, а на постоянной основе. И вообще как бы ЛДПР за молодежный спорт, за спорт. Поэтому очень много уделяем внимания детскому спорту. У нас больше сосредоточенность на футбольной команде, на стольный теннис. То есть как бы вот такие вот вещи. Сам я выступаю, как большой теннис, так это иногда когда удается. То есть больше направления в этих областях. Ребята радовались призовым местам, расстраивались из-за упущенных мячей, восторгались удачным ударом. В общем, все как у взрослых. И все равно, глядя на радостные лица буквально всех юных спортсменов, а не только получивших призы, становится понятно, что победила-то дружба. И последнее на сегодня воскресенье в Рязанской областной филармонии было торжественное закрытие 15-го межрегионального фестиваля военно-патриотической песни «Салют Победа». В этом году за творческое чемпионство песенно сражались более трех сотен исполнителей из Рязани, Москвы, Тамбова, Челябинска, Тулы. Таким вот возвышенным в плане искусства выдался этот уикенд. Поразила тамбовская исполнительница Яна Старыгина. Она просто потрясла всех, включая жюри, своими частушками о войне. Такое вот смешение веселого жанра и трагического события. Все как в жизни – радость и печаль – идут рука об руку. Тамбовская Яна Старыгина и получил гран-при фестиваля. Среди руководителей Рязани области, поздравлявших участников и лауреатов песенного проекта, была и Евгения Власова, начальник управления культуры Рязанской администрации. Сегодня она в студии нашей программы подробностей. Через пару минут расскажут о том, как в этом году Рязань проведет праздник Победы. Остался для него практически всего лишь месяц, поэтому пора уже вовсю готовиться. А у нас на сегодня новостей больше нет. Хорошего всем начала трудовой недели. Увидимся во вторник вечером, как обычно в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин